Возможно, мы в начале нового мирового кризиса. И в рамках данного видео мы рассмотрим три основных момента, которые вы должны сделать, чтобы обезопасить свой капитал от грядущего падения. Поехали! С 2008 года прошло уже 10 лет. И это один из самых длинных положительных циклов в мировой экономике. Да, были и чуть длиннее, и чуть короче циклы, но по мнению многих аналитиков, которые уже предсказывают с 2015 года падение, скоро начнется Армагеддон. В принципе, Дональд Трамп всячески этому способствует, развязав различные экономические и торговые войны со своими соседями по глобусу, а также с океанскими друзьями. Если посмотреть на развивающиеся рынки, такие страны, как Турция, Бразилия, Аргентина, Мексика, то мы можем увидеть, что ставки по госдолгам на текущий момент летят вверх. Национальные валюты этих стран постепенно девальвируются к американскому доллару. И это все докатилось до нас. Буквально на днях доходность десятилетних российских УФЗ выросла буквально за один день на один процентный пункт. И сейчас составляет почти 8% годовых, хотя еще недавно мы могли отдать государству под 6,75, 6,8 и так далее. Соответственно, к чему я клоню? Я клоню к тому, что, возможно, опять же, впереди нас ждет очень интересный экономический спад. Он может быть, как я сказал, вызван Трампом, а может быть какими-то новыми событиями. И для того, чтобы подготовиться к нему, вам нужно сделать три вещи. Итак, первое. Оцените в процентном соотношении, какую долю занимают акции в вашем капитале. Если эта доля превышает 60%, то я рекомендую ее снизить. Лично в моем портфеле сейчас доля акций не превышает 50%. Для чего нам нужно снизить эту долю? Для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Ведь если фондовый рынок начинает падать, вы каждую минуту вместе с телефоном, с компьютером постоянно пялитесь в монитор и за сердце хватаетесь, потому что на 3% упал Сбербанк, на 5% упал Газпром. Что же теперь будет с моими деньгами, которые я так долго откладывал? Ой, я за сегодня потерял свою месячную зарплату. Все это очень негативно влияет на ваше психологическое состояние и в конечном итоге закончится тем, что как раз таки на минимумах вы полностью разгрузите свой портфель акций. Для чего? Чтобы не чувствовать ту психологическую или психическую боль, которую причиняет именно фондовый рынок. Когда доля акций в портфеле не больше 50%, то вы понимаете, что даже если потеряется все, то есть фондовый рынок завтра закроется, то у вас как минимум останется еще 50% своих средств. Поэтому правило первое. Снизьте долю акций в своем портфеле. Второе. Внимательно оцените, какое количество облигаций в процентном соотношении у вас в капитале. Ну, в данном случае я говорю, под облигациями я также понимаю еще и депозиты в банках. Вам необходимо держать короткие облигации, либо короткие депозиты сроком до года на своем портфеле. Почему такие короткие? Потому что когда идет обвал рынка, больше всего теряют в цене именно облигации с большой дюрацией. То есть облигации, у которых 3, 5, 10 лет до погашения. Короткие облигации теряют совсем немножко и быстро восстанавливаются по мере приближения их к погашению. Поэтому как минимум сейчас, наверное, стоит держать 40, а то и 50% в своем портфеле именно облигаций. В конечном счете эти облигации помогут нам что сделать? Помогут нам купить подешевевшие акции после полного обвала, когда все будут в депрессии от того, что условно Газпром стоит 50 рублей за акцию. Вы сможете продать свои короткие облигации по нормальной цене и купить подешевевшие акции. Третий и последний пункт. Имейте достаточно количество валюты в вашем портфеле. Как я говорил до этого, вы можете иметь облигации или депозиты, но часть этих средств я рекомендую инвестировать в валюту. Это может быть доллар или евро. Выбирайте самостоятельно. Просто когда произойдет обвал рынка, когда начнется кризисное явление, в этом случае иностранная валюта вырастет относительно национальной валюты. Тем самым вы не просто сохраните свой капитал, но и еще приумножите в то время, когда все будут кричать, что настала паника и конец света. И не забывайте, что любой кризис это уникальный шанс заработать капитал. Ведь в момент кризиса многие активы торгуются по смешным ценам, и у вас есть возможность их купить по сути за бесценок. Когда наконец пыль уляжется и вся осознает, что продавали очень хорошие активы по очень дешевым ценам, начнут их выкупать обратно. И вот в этот момент вы будете себя чувствовать королем, потому что вы сможете продать все эти активы в два, а то и в три раза дороже, нежели когда они были на дне кризиса. Вот поэтому следующий экономический кризис мы должны с вами ждать в достаточном количестве кэша, акциях, в валюте и чувствовать себя прекрасно, потому что это для нас будет огромной возможностью. С вами как всегда был Дмитрий Черемушкин. Подписывайтесь на наш канал, впереди нас ждет огромное количество чудесных видео. Ну и увидимся, пока!